Привет, друзья! С вами Шаман, и у нас сегодня последний выпуск о живности в игре Animal Crossing Новые Горизонты. Все предыдущие выпуски, которыми я радовал вас в течение этого года, ну и предыдущего тоже, есть в отдельном плейлисте на канале. И там же вы сможете найти более подробные ролики обо всех рыбах, насекомых и глубоководных, а не только лишь об отбывающих и пребывающих новинках этого месяца. Так что милости просим плейлист. А сегодня мы рассмотрим новинки и старинки за март месяц. И конечно же традиционное обращение к новичкам. Первое. Ага, за плейлист я уже сказал. Второе. Вся информация по существам будет появляться на экране. Третье. Если вы с южного полушария, то смотрите соответствующий ролик за сентябрь месяц. И четвертое. Чтобы ловить глубоководных, необходимо в лавке нуков или в нук терминали купить себе гидрокостюмчик. А теперь мы уж точно можем приступать к пополнению атласа живности марта. Значит первыми у нас глубоководные. Надеваем гидрокостюм и ныряем в море. Здесь нас круглосуточно повстречает Апистатейтис. Очень резвый парнишка. Рогатый тюрбан. И еще вот такой краб-паук. Который неплохо так служит украшением возле вашего дома например. А вот в период 16 до 9 поймать можно будет наутилуса. Ну и наконец последняя новинка этого месяца среди глубоководных. Это такой вот сверкающий кальмар, который ловится в ночной период с 21 до 4. Ну и один у нас еще вот отбывающий затесался. Это камчатский краб, которого можно будет поймать круглосуточно. Берем сачки и пойдемте-ка половим насекомых. Начинаем мы с новинок этого месяца. Круглосуточно можно будет поймать щитника на цветах. А в период 4 до 19 вам повстречается красивенная такая бабочка Бионор. Желтушка, которую вы наверняка уже видели тысячу раз. И махалон. А с 8 до 17 можно будет поймать сачком божью коровку. Богомола, который облюбовал цветы. И его собрата вот такого вот розовенького орхидейного богомола. У которого в предпочтениях только лишь цветы белого цвета. И наконец в этот же период вы поймаете восковую пчелу. Ну и не уходим далеко от цветов, а дождемся периода с 19 до 8 и поймаем тут щитника с лицом. А среди отбывающих насекомых у нас всего лишь один образец. Вот такая вот крутизная морфа МНЛАй, которую можно будет поймать с 17 до 8. Такс, с жучками мы закончили. Сменяем сачок на удочку и отправляемся ловить рыбку. Круглосуточно, друзья, мы поймаем в пруду головастика. В реке Вьюна. А в море полосатого оплегната. А вот в период от 16 до 9 мы прогуляемся к водопаду и поймаем там симу, золотую форель, а также гольца. Ну а теперь посмотрим, кто в конце марта покидает игру. Среди круглосуточных отбывающих в море можно поймать морского ангела. В реке желтого окуня. Горчака. А вот в устье реки, где она ограничит с морем, вы сможете поймать такого вот большущего красавца осетра. И еще один период для отбывающих рыб, от 16 до 9. В это время в море можно поймать геманталофа. А у водопада такую громадную и красивую. Ну и как бы все, друзья. Спасибо всем за внимание. Желаю вам побольше интересных игр и крепкого здоровья. Не забывайте заходить на мой второй канал Шаман Геймс, где я стримлю различные игры. Каждый понедельник, среду, пятницу и субботу. А у микрофона был Шаман. И всем пакеда. 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 Субботу! Субтитры сделал DimaTorzok